Их называют паучками за неуемную энергию и трудолюбие. На протяжении полутора лет магнитогорские волонтеры занимаются плетением маскировочных сетей для СВО. В декабре в городе открылся еще один штаб для сбора активистов. Накануне из зоны боевых действий вернулась организатор движения «Волонтеры-магнитки» Наталья Громобоева. Она не только привезла слова благодарности своим коллегам от бойцов, но и поделилась впечатлениями, а также вручила награды волонтерам. Изо дня в день активные пенсионеры собираются для того, чтобы не просто провести время с пользой в компании единомышленников, а помочь землякам, кто сейчас находится на СВО. Все такие патриоты, все работают действительно на совесть, мы просто от души, все болеем. Есть люди, у кого действительно очень близкие, друзья и родные, у кого на фронте. Поэтому мы обязательно перечисляем денежки. Денежки перечисляем. Пятница у нас вообще день с Тольником. Мы сейчас Наташе наличку отдали. Три раза в неделю приходят и школьники, и женщины, то есть разных возрастов. Самой взрослой женщине нашей 85 лет. Вот, так что все плетем, обеспечиваем наш фронт надежным тылом. Это помещение на улице Тивосяна у волонтеров «Магнитки» появилось только в декабре прошлого года. Но уже и здесь активисты успели сплести 50 маскировочных сетей для фронта. Помогают пенсионерам и учащиеся коррекционной школы. Воспитательница однажды зашла и говорит, а можно, дети? Конечно, можно. Мы всегда сюда приходим, ребята, проходите, им это очень нравится, особенно сегодня с выносом сетей. О том, что делают важное дело, волонтеры знают и стараются как могут. Однако реальные рассказы о том, как их сети спасают жизни парням, вселяют еще большую уверенность. Наталья Громобоева три недели провела в зоне СВО. Сегодня рассказывает коллегам, как все там устроено. Технику бьют, подбивают и надо ее прятать. Строятся огромные конструкции из деревьев, режут мальчишки пилами нашими, все возводят самостоятельно, гвоздями нашими забивают, строят конструкции, загоняют туда КАМАЗы, Уралы, технику, БТРы, там все-все-все и закрывают нашими сетями. Лично там лазила, посмотрела. Вместе с приветами от бойцов организатор сообщества «Волонтеры-магнитки» вручила и благодарственные письма коллегам. А самым активным еще и специальные именные медали. Среди них пенсионер, а в прошлом танкист Василий Брагин. Сегодня у него на фронте служит товарищ. Уже второй год, третий раз он пришел в отпуск. И мы с ним всегда поддерживаем, посылочки посылаем и переговариваемся. В общем, у нас всегда и это тесная связь. К слову, сегодня те, кто только готовится вступить в ряды военнослужащих и отправиться на СО, теперь могут получить дополнительную финансовую помощь в размере 300 тысяч рублей. Весь смысл гуманитарной помощи или единовременного пособия – ребятам помочь первое время. У нас иногда приходят, просят кто-то обувь, кто-то одежду. Это очень трудно подбирать, ездить с ними. А тут мы просто им единовременное пособие даем в размере 300 тысяч рублей. За подробной информацией можно обратиться в Союз ветеранов Афганистана, Чечне и СО по адресу Ленина 10. За нашу победу! Трехкратную! Ура! 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 Ура!